Она пролегает в самом центре Сочи, недалеко от администрации города. Чтобы провести ремонт, специалистам необходимо снять плитку, прорубить толстый слой бетона и, обходя коммуникации, добраться до кабеля. В случае отключения электричества именно по этой линии подается резервное электроснабжение к домам по улице Островского номер 13, 19 и Парковой 17. Линия электропередачи была построена несколько десятилетий назад. С тех пор потребление энергии в этом районе значительно увеличилось, а значит и выросла нагрузка на кабельную линию. Ее техническое обслуживание и ремонт осложнены тем, что кабель проходит по частной территории. Чтобы получить доступ к электроустановке, требуется согласование собственника. Вот и в этот раз запланированные работы пришлось переносить. Специалисты заменят поврежденный фрагмент, это примерно 10 метров, затем приступят к восстановлению тротуара. Ремонт резервной линии сделает электроснабжение трех домов в центре города стабильным. В случае тех нарушения потребителей можно будет оперативно переключить на резервную линию. К слову, производство любых работ, связанных со вскрытием грунта, без согласования с сочинскими электросетями, под запретом. Существует 160-е постановление правительства Российской Федерации о установлении охранных зон. Поэтому все работы, связанные с разработкой грунта, либо строительные какие-то работы, должны быть немедленно согласованы в течение трех дней с электросетями на предмет нахождения сетей. Ничего в этом сложного нет. После этого выдается разрешение на строительство. Обращаться в центр обслуживания потребителей, который находится у нас в сетях. В случае несоблюдения правил грозит как административная ответственность за нарушение охранных зон, так и уголовная. Всего по городу проложено около 400 кабельных линий 0,4 кВт. И каждая обозначена в технической документации. При необходимости специалисты электросетей выезжают на место для точного определения трассы подземной ЛЭП. Необходимо помнить, что повреждение находящегося под напряжением кабеля представляет опасность для жизни и здоровья людей. Субтитры создавал DimaTorzok